Прошу вас. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, днём военного разведчика и столетием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба вооружённых сил. Непонятно, куда исчезло слово Главного разведывательного управления, надо бы восстановить. Разведка – неотъемлемая часть воинского дела, ратной науки. Так было всегда, на протяжении веков и везде. И нынешний юбилей нашей военной разведки обращает, безусловно, нас к истории, чтобы вспомнить храбрых, талантливых людей, верно служивших России и своему народу. Героев 1812 года, Крымской, Первый мировой войн, офицеров Генштаба, военных агентов при дипломатических миссиях Российской империи, которые, часто рискуя жизнью, добывали ценнейшие сведения, необходимые для обороны страны, для защиты её национальных интересов. Всё это – вехи развития нашей военной разведки, которыми мы гордимся. Отмечу, что многие офицеры русской императорской армии, будучи настоящими патриотами и государственниками, сыграли немалую роль в становлении уже новой структуры военной разведки страны. Они понимали, что нет большего позора, чем изменить Отечество, предать товарища, и впору смуты, революционных потрясений обеспечили преемственность традиций службы. Такую же верность долгу показали офицеры военной разведки на рубеже 90-х годов после распада СССР. Тогда удалось сохранить и потенциал ГРУ, и школу кадровой профессиональной подготовки. Особые слова признательности и благодарности хотел бы сказать сегодня ветеранам Великой Отечественной войны. В период перед Второй мировой войной, в ходе Великой Отечественной, военная разведка создала уникальную систему своевременного сбора и передачи ценнейшей информации, которая прямо влияла на исход огромных баталий в ходе Великой Отечественной войны. И мы помним и гордимся до сих пор теми людьми, которые работали тогда в разведке. Они, безусловно, составляют гордость нашей разведки, нашего народа. Это были люди самых разных национальностей, которых объединяло общее неприятие нацизма и его идеологии, ксенофобия в любых её проявлениях и исключительности, кого бы это ни было и по каким бы это ни было основаниям. Хочу также вспомнить и участников боевых действий в Афганистане, тех, кто защищал Россию от агрессии международного терроризма. Ваши дерзкие операции, умения в сложнейшей обстановке ставить в тупик сильного и опытного противника – пример для новых поколений сотрудников. А главное, чему они учатся у вас, это, конечно же, мужество, офицерская честь и бескорыстие. Готовность пожертвовать всем ради своих боевых соратников и своей Родины. Мы всегда будем помнить героев в бою, отдавших жизнь за Отечество, тех, кого уже нет рядом с нами. Низкий им поклон. Уважаемые товарищи, качественное развитие вооружённых сил России – наш важнейший приоритет. Не раз говорил об этом. И, безусловно, одно из ключевых направлений такой работы – это укрепление кадровых, оперативных, технических возможностей подразделений военной разведки. Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растёт. В ход идут провокации и откровенная ложь. Предпринимаются попытки сломать стратегический паритет. Расшатываются системы международного права. Всем этим пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на всё новые регионы планеты. Такой плацдором хаоса и насилия они хотели создать и в Сирии. У них не получилось, не вышло. Огромную роль в уничтожении главарей бандитов, баз и инфраструктуры боевиков, огромную роль в точечных, разящих ударах нашей авиации и флота сыграла военная разведка. Наши разведчики, как это и предписано в русской воинской традиции, никогда не отступали. Чётко выполняли приказ. И добавлю в том, что во многие регионы Сирии вернулся и мир, что было остановлено кровопролитие, открыт путь для поиска согласия. А не менее важно и то, что мы нанесли такой удар по террористам, который препятствует их возвращению на нашу территорию, безусловно, большая заслуга военной разведке. Уважаемые товарищи, как Верховный Главнокомандующий, безусловно, знаю ваши без всякого преувеличения уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций. Высоко ценю ту информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба. Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает всё для России и нашего народа. Ещё раз поздравляю вас с праздником и благодарю за службу. Желаю вам и вашим близким всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.